Добрый вечер, дорогие друзья, уважаемые читатели, члены клуба «Моя Родословная» и гости нашей сегодняшней встречи. Я рада приветствовать нашему уютному выставочному залу. Я его люблю больше, чем в этот зал. Мы открываем новый сезон «Клубы «Моя Родословная» и я очень рада, что в рамках этого клуба сегодня состоится презентация равнословного исследования Ольги Германовны Левиной «История семьи Стрижниковых». Пожалуйста, дорогие друзья, очень приятно, что я получила приглашение, поэтому я очень благодарна нашей областной научной библиотеке за приглашение, за такую возможность выступить, рассказать о том, чем я занималась в последние годы. Хочу сказать, что я не историк, я еще только учусь. И, конечно, для меня были зеленые трудности, как вы понимаете, но, тем не менее, были очень серьезные мотивы. Первый мотив – это мой интерес. Как-то вот с детства повелось, что у нас очень такая семья, всегда держащая в поле зрения родственников и большие такие сборы родственников по праздникам. Это просто в традиции всегда было. И я любила эти все собрания и продолжаю сейчас наше будущее покоение эту традицию. Это очень приятно. И, конечно, интерес всегда был к своим родственникам и корням. А второй мотив был уже более такой насущный и жизненный. Приближался юбилей моей мамы, и мне хотелось ей что-то приятное сделать. Вначале просто хотелось побольше найти информацию, собрать какие-то старые фотографии, просить родственников, что они помнят и какие у них в архивах хранятся данные. Ну, а оказалось, что материала достаточно много. Мне пришлось обратиться к истории, мне пришлось научиться работать в архиве. И, в общем-то, я поняла, что здесь просто сбор информации не закончится, а надо делать такое отстоящее исследование. Вот сегодня я об этом и хочу рассказать, как это все происходило. Началось, ну, всегда нас интересует происхождение фамилии. Очень многие пытаются найти в интернете. Как правило, все находят одно и то же, что происхождение фамилии по прозвищу, которое было дано крестьянам, которые не имели фамилий. Вот это просто, наверное, все уже подряд натыкаются на такую информацию одинаковую. Вот, оказывается, фамилия Стрижникова, это девичья фамилия моей мамы как раз, происходит вовсе не от птички Стриж, а происходит от старинного русского слова Стрижник. Или иначе есть вариации этого слова Стригольник. Это такие первые протестанты, первые еретики на Руси. Время их такой активной деятельности и подъема этого решения Стрижников относится к XIV веку, первой половине, к середине XIV века. И это зафиксировано в исторических документах, в частности, в летописях Ивана Грозного, который вот первую такую историю русскую создавал. Как раз вот даже есть миниатюры в этих документах исторических. И вот эта трагическая страница изображена, это казнь Стрижников. Они восставали против устоев церкви, которые были связаны с разгольным образом жизни монастырей того времени, против праздного образа жизни. В общем, вот в чем была суть. В общем, достойность вот такой печальной участи. Стрижники. Само слово, просто много версий существует, но в основном, версия состоит от того, что они имели особую стрижку. Вот здесь у меня сразу возникла аналогия. Вот наши протестанты, да, нашего времени, тоже в 20 веке, хиппи, они что же выделялись как-то стрижками, одеждой, прическами? То есть в этом было, ну, такое внешнее выражение протеста. Вот у этих тоже была какая-то особая стрижка, но, к сожалению, не нашла какая. Но я так представила, что будет пирокес или что-нибудь такое, я не знаю. Ну, в общем, стрижники. Вот происходили мне фамилии. Ну, это, если так обращаться к истории, вот истоки, это Мурсков, Нижний Новгород, тогда события разворачивались там, исторические главные. Начался поиск мой вот с этого замечательного, красивого особняка, который стоит возле церкви Богоявления, по адресу Богоявленская площадь, дом 8. В принципе, мы давно знали, потому что во многих путеводителей, туристических маршрутах этот домик указан как дом купца Стрижникова. И в интернете это сплошь и рядом встречается, но, когда я начала искать, более подробной информации, кроме этой формулировки, нигде не было. И почему это дом Стрижникова? Это памятник культурного наследия. И у нас на сайте департамента архитектуры все выложены паспорта зданий, вот культурных объектов вот этих архитектурных. Там он числится как дом Покидышева. Тоже была одна из загадок. Казалось, что это был последний владелец дома до революции, то есть до национализации. Поэтому он остался как дом Покидышева. Почему же дом Стрижникова? Не находил этого ответа. И здесь мне очень помогли сотрудники этого дома. Сейчас это дом дружбы Пуатье и Ярославля, может быть, вы знаете. И вот здесь я обратилась к ним, и мне очень они помогли, потому что в руки ко мне попала историческая справка. И уже, отпрыгивая от этой справки, я продолжала поиск дальше. Что же было на этом месте? В 16 веке это были гладения Спасского монастыря, который и построил саму Багриленскую церковь, и вот на этом самом месте был большой конюшевый двор огромный при монастыре. Вот. Век спустя 17 век, уже после смутного времени, здесь появились жилые строения на этом месте. Их даже числятся собственники, там солдаты райов и поляков, владеют вот как раз участками земли на этом месте. В 18 веке, кстати, в конце 17, в начале 18 уже есть планы города, в которых вот можно уже рассмотреть участки, и что там стояло на этом месте. В 18 веке здесь уже жилые застройки. Вот я такую карту сделала. Если провести, ну сейчас уже такие воображаемые линии примерно, горизонтальная линия это улица Киселюха. Вообще у нас на слуху это название. Была эта улица вот с таким названием. А такая вот вертикальная линия, как бы продолжение улицы Собинова. Особинова тот участок назывался Нетеча, вот который с той стороны Большой Тверской. Значит, продолжение Нетечи это было, и с выходом на Катрасную набережную. И вот этот вот квартал, да, граниченный Катрасной набережной и переулков, вдоль отцепки и покоявления, вот этот квартал это уже жилые, да, с настройки, есть план. И вот в 1784 году этот участок земля была куплена некой Пелагеей Дмитриевной Стриженковой. Вот это тоже как бы факты, которые документов следуют. Ну и вот с нее и начинается уже конкретный мой поиск. Первая задача была такая установить, есть ли связь родственная наших Стрижниковых, ныне живущих в Ярославле, с этой самой Пелагеей Дмитриевой. В девичестве, кстати, у нее фамилия Ельцина, это тоже еще одна купеческая фамилия Ярославская. Ну вот, что же дальше, где искать? Здесь я пошла учиться работать в архиве. Оказалось, это дело очень такое увлекательное, затягивающее, конечно, требующее массы времени. У кого есть этот опыт, тот меня очень хорошо поймет, да. В руки мои попадает вот такое дело, 1807-1808 года. Ну, понимаете, конечно, удержать документы в сотлетней давности, документы о подборке документов, это толстенная папка, подшитая там, более ста листов, листы такие полуистлевшие, поэтому испытываешь определенный такой трепет, когда дотрагиваешься до них. Значит, в этом это дело, точнее, оно называлось дело о наследстве, вообще это дело о наследстве, а о том, как этот дом дальше, после Пелагеи, кому он достался. Называлось оно так, дело об утверждении Михаила Стрижникова по правам наследства на дом умершего отца. И, конечно же, самый такой большой пик ликования в этом деле, который меня посетил, когда я развернула и увидела вот эту страничку, это первое такое родословное древо, поскольку родственники пытались бороться за этот дом, здесь как раз нарисованы их родственные связи. Вот, собственно, это дело инициировал старший сын Пелагеи, вот Пелагея, вот она. А почему она не светит? Вот она здесь, потому... Может быть, немножко... Она и как на этом не светит, может быть, так важно. Ладно, неважно. Хорошо. Изучите, кто-то больше. Ну-ка, поставь пальчиком. Мышкой. Значит, смотрите, вот она Пелагея, здесь женщины почему-то в квадратиках изображены, а мужчины в кружочке. Михаил Степанович, Михаил Степанов, да, когда отчество еще не выдавали, из Стрижников, жена его, это умерший человек, Пелагея, вдова. Вот она сейчас владеет домом. Но при жизни ее сыновья уже начали претендовать на наследство. Инициировал вот это самое дело Михаил Михаил Михайлович, старший сын. Младшего сына уже в живых нет, но есть его вдова, Александра Ефимовна, чрезвычайно активная женщина. Я нашла потом еще несколько дел. Она на протяжении всей жизни боролась за права наследства, и за этот дом, и за другое имущество, детей своих продвигала. Дыхая очень активная была. Ну, что же пишет в прошении Михаил Михайлович? Он пишет, что он старший сын, и он претендует на права на этот дом, и он предлагает отдать дом ему во владение, а всем остальным родственникам денежную компенсацию он готов выплатить. Вот так распорядиться имуществом. А нет, Александра Ефимовна такого посмирить не могла. Она тоже подает такое прошение, жалоб, вот еще аргументирует. Вот, например, говорит, что свекров Пелагея Стрижникова присвоила владение каменного дома. А сама Пелагея пишет объяснительную, что землян, который выстроил дом, после смерти мужа, значит, она построила вот этот дом, а деньги на выкуп земле она получила от оставшегося капитала мужа и от родных братьев Ивана и Дмитрия Ельциных в качестве награждения из имени, из их имени, да? Вот. Ну, в общем, борются они, видимо, достаточно долго, потому что дело два года, и там будет масса всевозможных документов и объяснений. Что для нас еще интересного мы подчеркнули? Конечно, в деле содержится описание самого дома, участка. Это все чрезвычайно интересно. Мера 6 на 4 сажений, по 4 жилых теплых покоев на нижнем и верхнем этажах. 20 окон, потолки токотные, полы тесовые, печи, две стрельбные, да три голландских, без буквы Д, и одна лежанка, кладовая со сводами и дверьми железными. К оному дому принадлежит земли 10 на 7 по одну сторону и 5 на 5 и 5 сажений по другую, двор, заборы, погреб и сарай. Я пересчитала эти сажения в метр, и получилось 200 квадратных метров, то есть две сотки, да, по нашему, правильно? Вот. Еще в деле встречаются описи имущества, то, что в те времена такую серьезную ценность представляло. Обе сделанные полицией по приказу Градского сиротского суда 9 сентября 1808 года. Три иконы, образ Воскресения Христа с двумя лицами серебряными с позолотой, образ Дмитрия Митрополита без окладу и образ Ярославского чудотворца с предстоящими липами без окладу. Серебряная посуда 72-й пробы, поднос, чарки, бокал. Оловянная посуда, тарелки, блюда, миски, уксусница, хренотницы. Посуда зеленой меди, чайник, подсвечник. Посуда красной меди, яндовала, хань, рукомойник, медник. Хрустальная посуда, три бокала до два стакана. Вот ценности. Да, самое важное для нас книги. Четыре книги в кожаном переплете, в салтырь, в переплете. Еще одна опись движимого имущества в доме, которая уже учиненная с оценкой от городового магистрата. С ценами. Ну, нам трудно сопоставить, но все-таки в сравнении хотя бы послушайте. В доме есть два портрета государя Петра Третьего и государами Екатерины Второй – один рубль. Стол дубовый с подвешными полами – пять рублей. Мы, наверное, по-другому расставили, да, ценности? Шкаф деревянный – пять рублей. Сундучки деревянные, окованные железом – три рубля. Обитый оленью и железом – два рубля. Митовый – один рубль. Кроме вот этой движимой собственности, где, опять-таки, я узнаю из материалов этого дела, казалось, что в собственности у Стрижниковых есть еще торговая лавка. По Казанской улице, в Михайловском приходе, в гостином дворе, в мелочном овощном ряду, лавка по лицу и зади, по четыре оршина в длину, 23 оршина в глубину. Это 50 квадратных метров. Такой, ничего себе, магазинчик, в общем-то, приличный, да? Интересно удивила меня еще оценка дома и оценка этой лавки. Вот, как вы считаете, что бы было, что выше, дом или лавка? Лавка. Лавка. Молодцы. Я считала, что все-таки дом. Ну, на самом деле, дом выше, но ненамного. Цена лавки на 810 год – 1200 рублей, стоимость дома – 1800. Ну, вы правы, лавка, потому что можно сдавать в аренду, можно торговать, то есть она прибыль больше, да? Ну, чем же закончилось это дело о Делиже? Первое решение городского магистрата было таким, это 1807 год. Дом считать общим для Пелагеи Михаила Михайловича и семьи невестки Александра Ефимовна. То есть раздел собственности, долевое, как это называется? Долевое? Долевое. Долевое общество, да. Но в 1808 году умирает Пелагея и начинается все по-новой, эта борьба разгорается. Тут появляется другая фигура в этом деле. Подает прошение дочь Михаила Михайловича, вот этого старшего сына, Надежда Михайловна по мужу Рукавишникова. Вот очень интересно, что пока я проводила эти изыскания, появлялись другие ярославские известные фамилии. Тоже было приятно, что эти связи существуют. Вот она пишет, что отец, дескать, старший наследник и имеет право на большую часть. Кстати, вот женщины подают всевозможные прошения, но они неграмотны, за них кто-то подписывается. Здесь за неумением грамоти руку приложил муж ярославский посадский Степан Федорович Рукавишников. То есть женщины писать не умели, хотя участвовали активно в вот этих социально-правовых делах. Ну, масса документов в этом деле, здесь и прошения, и объяснений, и вот интересно, клятвенные заверения, вернее, клятвенные обещания, заверенные священниками. Но это, видимо, вот такое судопроизводство предполагало. Вот так много всего интересного, погрузиться в историю, к сожалению, нет возможности обо всем рассказать. Наследники приводят свои аргументы, что вот о первенстве наследования, какие вложения они в этот дом сделали, пытаются вот как-то на себя перетянуть одеяло. Ну, для нас, я уже говорила, вот у Александра Ефимовна это самое, у меня уже устраивается такое дерево, коли читаемое, да, это вот оранжевая, это наша веточка. Пелагея Дмитриевна, значит, вот ее два сына. Первое отношение было от Михаила Михайловича. Потом вот вторая волна этого дела, Надежда Михайловна. Но очень активно Александра Ефимовна, она по-прежнему борется, и вот, например, в объяснении она пишет, все, она на Пелагею в бочку катит. Пелагея продала из общего имения дома Библию и настенные часы. Она имела доход из дома, сдавала верхний этаж найм. Вот, кстати, тоже не умеет писать, за нее подписывают все бумаги чиновники. Ну, худо или бедно, требуется, заканчивается, там кто-то денежную компенсацию получает, но в 1820 году единоправным владельцем дома становится сын Белагея Федор Иванович Сирижников. И владеет он домом больше 20, ну, почти 20 лет где-то около того. В чем был хорошим владельцем дома? Он укрепляет хозяйство, он строит въездные ворота. Да, это, кстати, вот об активности этой Александры Ефимны есть такое дело, и в Афере есть старые самые дела, они на микропленках называются. Но это как диафильмы вот в наши советские времена были, видимо, такой советский способ оцифровки, чтобы эти бумажки-то вот храниться как можно дольше. Такие вот аппараты стоят, неудобные, потому что в них не вмещается вся длина страхи. Вот посмотрите, получается, очень плохо читаемый. А еще мысль трудна в этом, ну, стиль совершенно другой, да, язык другой. И уловить смысл порой трудно, потому что начало строки видишь, конец нет, и вот ползаешь этой пленкой. Ну, почему? Так дело это вот не Белагея Сирижникова здесь, а Александра, и по моему анализу там архив даже сделал корректировку. Потому что это прошение Александры Ефимовны, вот той самой активной дамы, которая за своих детей, вот опекунов назначала после смерти мужа. Вот такое вообще дело. Ну, вот, видимо, не без ее стараний собственность дома принадлежит Федору Ивановичу. И он строит близные ворота. Вот сейчас здесь такая красивая, ажурная решеточка и въезд вот, да, во двор ворота красивые. В советские времена здесь была вот такая калитка и деревянный заборчик. Он доставил дом, у него тоже в делах фигурирует. Там есть дело о том, как он право на этот проезд вместе с соседним. Они решили, что общее владение и ворота, чтобы и тот мог уехать с теленой, то есть широкие ворота были, там тоже указаны размеры. Вот въезжали, то есть основы были каменные, врата железные и, в общем, въезжали туда, могли въехать жители и нашего дома, и того. А вот в 1839 году разворачивается практически детективная история. Вот старания-то Александра Ефимовна были очень сильные в течение многих лет. Она ратовала за наследство, за своих сыновей, а получила-то она, к сожалению, в своей жизни не больно приятные результаты. Она подает жалобу, 1939 год, ярославная, значит, жалоба об устранении ее от участия в делах дома, принадлежащих сыну его. Дело в том, что это все дар и вану, и попадают в серьезные долги. И долгов потом скрывается, его нет аж полтора года, о чем и пишется в этой жалобе Александра Ефимовна. Не получала от него полтора года никакого содержания, поэтому вынуждена была сдать в найм верхний этаж. К тому же, во время укрывательства сына, жена Федора Ивановича вывезла все их имущество к своей матери и оставила Александру Ефимовну без ничего. Александра Ефимовна вынуждена была проживать в бане, а летом в амбаре, и она просит дать ей для прожития комнату в доме. Вот в этом суть ее прошения. Городской магистрат рассмотрел с жалобу вот это дело, вынес решение отдать дом кредиторам, потому что долги, постояльцев выслать вон, чтобы по небрежению их не могло последовать повреждения дома. И дать Александре Ефимовне комнату, но при уплате ею 600 рублей. Но она и это предписание не выполнила, и, соответственно, в амбаре тоже куда-то, не знаю, в амбаре тоже собственность, видимо, куда-то переехала. История, к сожалению, пока умалчивая. И с этих пор, с 1840 года, уже дом больше Стрижниковым не принадлежит. Он переходит за долги к родственнику Александру Ефимовне, тоже, думаю, не без ее активности, к ее родному брату Федору Ефимовичу Голонокову. Потом, еще спустя четыре года, новый владелец, Мещенин Масленников. С 877, то есть конец 19-го до 13-го года 20-го века, владеет купец третьей гильдии Сущев и последний владелец, вот как раз Иван Иванович Покидышев. Кстати, вот паспорт здания, видите, дом Покидышева, это то, что у нас в городской архитектуре удалось найти. Ну, там описание дома, архитектурное строение, материалы, то есть такая очень специфичная информация, истории-то там практически ноль. Но кое-какие фотографии есть в советских времен, тоже приятно было найти. Так вот, в переписях населения мы нашли, это 1917-го года, да, Временное правительство провело перепись населения, и вот там как раз Иван Иванович с семьей, их там шесть человек, его жена, трое детей, прислуга, последние жильцы до революции этого дома. И дом и участок вот именно Покидышев принадлежал. Ну, в советские годы здесь располагались коммунальные квартиры, в предыдущий слайд, если вернуть, конечно, в такое плачевное довольно состояние дом был. Потом здесь в 70-е, 80-е годы было управление жилищно-коммунального хозяйства, ну, а в конце 90-х, к счастью, дом был взят. В оборон, как говорится, и российскими, и французскими реставраторами были очень серьезные фундаментальные реставрационные работы. Благодаря этому приобрел вот такой замечательный вид, была пристроена еще часть в глубину, если от улицы. И здесь расположился дом дружбы Ярослава Батье, а с 17-го года еще и штаб-кортира Союза городов Золотого Кольца. Вот сейчас история так этого дома заканчивается. Ну, дальше мой поиск продолжался. Задача пока оставалась, связаны ли Пелагея и ее последователи с нашими, с Трежниковыми. И дальше я начала искать родственные связи вот у этих потомков Пелагеи. Здесь, конечно, и архивные дела были, и особенно витрические книги. Вот здесь я хочу сказать, как бы, такую благодарность и нашему государственному архиву Ярославской области. Мне немножко по другой нужде приходилось обращаться в Саратовский архив и Вологодский. Я хочу сказать, что наш архив чрезвычайно хорошо организован, очень хорошо навигация устроена, и многие материалы цифрованы, чего абсолютно нет в других архивах. Я не говорю по всей стране, но вот наш архив очень-очень на высоте. Метрические книги Ярославской области, все сохранившиеся, вот и революционные, все оцифрованы. То есть можно искать родственников, устанавливать даты рождения, смерти, ветчания и так далее. В этом плане, конечно. Но работа долгая, это надо листать, листать. А если еще не знаешь, где жил, вот в сельской местности легче. Там есть деревня, есть приход, и вот иди в эту церковь, ее листай. Даже если ты года не знаешь, ну, несколько лет можно пролистать. А вот в Ярославле-то, вот все ярославские церкви листать, когда не знаешь, где жили, это тяжеловато оказалось, сколько у нас было церквей. Но, тем не менее, все возможно было бы желанием. Так вот, поскольку пока у нас поколение внуков известно этой Пелагеи, уже позже, чуть позже я установила, что наша веточка идет от Федора Ивановича, вот была найдена медвическая запись Церкви Рождества Пресвятой Богородицы. Это церковь, которая стояла посередине Богоявленской площади, естественно, после революции была утрачена. Но вот это ракурс примерно от церкви Богоявления. Смотрите, между церковью и башней Кремля, по словам тоже подтверждены. Но дело в том, что в делах-то наследствия, это не единственное дело, о котором я сейчас рассказала. Там тоже, ведь они же ссылаются, вот тоже древо они нарисовали не просто так. Там подтверждено тоже выписками из метрических книг, то есть эти даты рождения, и кто кому приходится, тоже все зафиксировано. Вот у Федора Ивановича. И сейчас мы уже будем двигаться ближе к нашему времени, уже середина XIX века. Здесь не в руки попадает дело. Следующее архивное дело в утверждении Мещан-Стрежниковых в правах наследства. Это вот этот Федор Иванович и его брат Михаил Иванович борются за наследство своего дяди. И честно, я не совсем поняла, почему вот эти наследники, они там фигурируют, но почему-то претендуют племянники. Вот. Ну, там самое большое открытие, это, конечно, продолжение фактически древа. Честно, я сначала нашла вот это дело, а потом уже то. Просто я сейчас иду в хронологии. Но, вы знаете, когда я вот этот разворот увидела, у меня там сердце заколотилось, прямо такое ликование, мне хотелось пикнуть на месте. А там же тишина такая в архиве. Ну, в читальном зале архивы все сидят, вот, ну, уже думаешь, мне хотелось прямо попрыгать, но вот, сдержалась, пришла домой и попрыгала, что называется. Здесь мы уже видим, что старшее поколение, это та самая Александра Ефимовна, то есть невестка Пелагея, и дальше вот до внуков уже расписано древо. Вот. Кстати, очень красивое название, это называется «Поколенная таблица». Красивое такое название, мне понравилось очень. Вот. Что же дальше? Вот это ряд, вот это находки, у нас дерево разрастается, укореняется. Значит, мы теперь знаем наследников Федора Ивановича, его сыновей, они там фигурируют, он же мотивирует, что у него дети, они тоже должны получить. Вот. Вот мы уже знаем наследников. Оранжевый – это наша верба. Ну, это чуть позже доказательств у меня на ряду, но, по крайней мере, древо выстраивается. Значит, у Федора Ивановича два сына, Николай Федорович и Федор Федорович. Причем рассказать о нашей вербке и дойти до победного конца сегодняшнего нашего разговора. Мне о Федоре Федоровиче хочется сказать. Я думаю, что это самая известная персона Рота Стрижникова Ярославской земли. Это наш цикорный магнат. Это основатель первой ростовской цикорной фабрики. Человек, который общественную деятельность очень активную вел, меценатскую благотворительность. Вот. Он был 38 лет, он служил гласным в Ростовской городской думе и занимал еще там разные должности в городском управлении. Вот. Он сотрудничал. Самая первая фабрика была совместно открыта вместе с Иваном Александровичем Вахранеевым. Дела он в своей дальше вел в Ситовом Андреем Александровичем. Ну, это все известные исторические фамилии Ярославского края. Вот. То есть у него два сына, с которыми он продолжал. У него ни одна цикорная фабрика была. Был торговый дом стрижников и сыновья. Потом отдельно сыновья свои предприятия организовывали цикорные и торговые. Кроме двух сыновей еще у него была дочь Елена Федоровна. Она тоже фигура достаточно известная. Эту фотографию я нашла на сайте Ростовского Кремля. Она была научным сотрудником Ростовского Кремля. Фотография 30 какого-то года. То есть долгая, видимо, достаточно долгую жизнь прожила. Младшая дочка была Федора Федоровича. Вот. Кстати, очень разговаренная женщина. Она закончила первый женский факультет МГУ. Вот. Ну, пока больше я не нашла информации. Вообще много информации о ростовских стрижниковых в ростовском архиве. Видимо, надо туда ехать и дальше копать. Удивительно, что историки стрижниковыми не занимались. Я очень много рассмотрела исследований. Нет про стрижниковых. Минимум информации. Хотя бы такой купеческий. Уж про Федора Федоровича должны быть исследования. Нету. Так что есть чем заниматься. Вот. Ну и, кстати, в Ростове сохранился дом. Он тоже памятник культурному наследию. Тоже называется дом стрижниковых. Стоит он на окружной улице. И на этой же улице была первая цикорная фабрика. Я так полагаю, что где-то на этом участке. И думаю, что поскольку дом очень большой, наверное, верхние этажи занималась земля, а как по традиции раньше так было, нижняя это забота управления. Но это мои предположения по традиции. Стрижниковы, как я уже говорила, были не только успешными предпринимателями, понимали вообще важность просвещения и участвовали в общественной и благотворительной деятельности. Так, например, вот известное открытие, вот это фигурирует, по-моему, я даже на сайте, вот, историк коронословного сообщества, это, увидела информацию, что открытие Ващажниковой библиотеки, такое было событие. И один из вот инициаторов этого дела был Василий Федорович, сын Федора Федорович, часто речь. Сан Федор Федорович завещал пять тысяч рублей на благотворительные цели города Ростова. И когда вот он умер, дома ростовская решила, что раз такой человек поступил, его портрет должен висеть в здании городской думы. И вот этот живописный портрет, он, кстати, хранится в запасниках ростовского Кремля в очень плохом состоянии, просто в плачевном. Это просто доработка моего брата фотографии уже, что будет. Но сам портрет в плохом состоянии, к сожалению, но вы понимаете, что объективные причины есть для этого. – Ну, а мы переходим все-таки к дальше, к моим поискам вот по этой ветке брата Николая Федоровича Стрижникова. Здесь уже конец XIX века очень помогает первая всеобщая перепись населения Российской Пере 1987 года. И я… 1797 года. И я здесь нахожу семью Николая Федоровича Стрижникова, которая проживает в Ярославле на улице Шиловской, состав семьи. Правда, старшие сыновья уже здесь не фигурируют, они уже выросли, они живут своими семьями, они чуть позже. Шиловская-Слобода – это вторая закатарстная набережная теперь называется. То есть по ту сторону отрасли, со одной стороны наша набережная, по ту сторону идет вот эта улица. Раньше она называлась улица Шиловская, но вот здесь опять такую фотографию далось найти, когда развив реки был. Интересная информация я тоже нашла в Ярославле семью Михаила Николаевича Стрижникова, то есть сына Михаила Федоровича. У них семья пять человек, дом их стоит на Подосёновском переулке, это улица Карабулина. Там они жили, хозяин и жена грамотные, умеют читать, также в переписных листах много такой можно вытащить информации. Михаил Николаевич содержит всю семью, работает приказчиком по торговле. И в Госархиве, сейчас немножко уже двадцатый век забегу, я нашла продолжение истории этой семьи. В 1922 году, после уже революции, Вера Михайловна, видимо у Михаил Николаевича не было, уже не знаю, она покупает деревянный двухэтажный дом с мезонином, от 13 окна, крытый железом, участок у Совета земли, 365 квадратных сажен, 800 квадратных метров. Внимание, по улице Советской, под номером 17. Это просто состав семьи. Так вот, это Вера Михайловна, значит, покупая домик такой, немаленький, и стоит он между дворцом пионеров нынешним, то есть коммерческим училищем, и домом дворян Шубиных, то есть домом офицеров. То есть это сейчас современные фотографии, вот этот, учась 800, вот здесь какой там учащий чищен, и такой вот доминок. В советские времена уже она это прикупает. Вот, интересный факт, еще такое у меня ассоциация, вот дом дворян Шубиных, а она, Слежниковая, это Вера Михайловна, покупает у какой-то мещанки Шубиной. То есть я думаю, что это все владения Шубиных были, которые они распродавали. Ну, дальнейшая судьба этой семьи неизвестна. Ну, у нас в семье всегда от дедушки было так просто сведение, что один из братьев дедушки уехал в Финляндию, вот в момент, ну, где-то в районе событий революционных. Не знаю, может быть им семья, может быть нет. В общем, что было дальше, не знаю. Ну, по идее можно искать, что с этим домом, какие постройки-то надо, какие-то архитектурные планы разбить. В общем, нет конца и края, конечно, исследований, можно заниматься этим всю жизнь. Вот. Ну, а мы пойдем с вами по леточке брата Ивана Николаевича Стрижникова, потому что это наша леточка, Иван Николаевич, это уже мой прадед, это человек, которого уже помнят, живущая ныне Стрижникова. В частности, моя мама, она своего дедушку помнит. Опять-таки, благодаря метрическим записям нам удалось имя дату рождения уточнить, метрической книги крестополгородской церкви. Вот. И самое-то главное, что мы нашли три личных дела уже советских времен о личном деле, как и сейчас, уже можно вытянуть сведения о семье, о местах жительства, о прежних местах работы. Вот кстати, было очень интересно работать. Вот. Что мы узнали? Отец-сапожник, мать-домохозяйка. Получил низшее образование. Окончил Мирославское трехклассное приятское иллинское училище. 15 лет устроился на табачную фабрику Охромеева. Табачную фабрику я потом вычитала. Было три, оказывается. Ну, мы-то знаем Дунаевскую, вот на улице Победы, да? А это фабрика Охромеева была в Коровниках, вот там. Затем он закончил курсы, да, это просто крестополгородская церковь, это в крестах, вот там вот еще. Значит, что еще? Он закончил курсы письмоводства и счетоводства. И в 22 года был призван в армию в старую. Служил 4 года в пехоте старшим писарем. То есть, видите, счетоводство, письмоводство и даже в армии писал. И вообще говоря, очень много вот в личных делах его каких-то заявлений, объяснений и так далее, я поняла, что там исключительная грамотность. Видимо, у него была какая-то врожденная грамотность. Тем более, что ему же приходилось перестраиваться до революционной, да, русский язык, да, Михаил Александрович? И уже после реформы русского языка. И вот один раз я увидела, что не слитно с глаголом, вот единственное, ну и то надо еще, может быть, тогда допускалось это, ну не знаю. В общем, вот такой был прадедушка. Вот смотрите, какой портрет, да, красавец. А где я нашла этот портрет? А нашла я его в рассказе Ярославского «Историка родословного общества», чему очень благодарна. Ну, это просто вот его почерк, да, такой немножко размашистый, но абсолютно читаемый хорошо. Оказывается, судьба Ивана Николаевича тесно связана с городом Романовым по Рисаневскому. Потому что после армии, что следует из личных дел, в 1898 году он поступает на службу табельщиком на Романовскую именуемую фактуру. Эту фотографию я нахожу на сайте Ярославского «Историка родословного общества». Эта фотография в ее подлинник хранится в музее «Романовская овца». То есть такой музей существует. И ценность этой фотографии еще в чем? Кроме этого коллажа и портрета, к фотографии приложены список. Они тут все под номерами на самом деле, просто не видно. Список всех сотрудников мануфактуры. Фотография сделана к юбилею директора в 1908 году. Список номер 84 – Стрижников Иван Николаевич наш. Через год поступления на фабрику он берет в жены 18-летнюю, а ему 28 лет на тот момент, 18-летнюю голубоглазую девицу Юлию, дочь вещам Ивана Михайловича и Софьи Григорьевны Родинских. На самом деле мы не знали, знали только имя. Вот мама моя сняла, бабушка Юлия. Ни фотографии, никаких сведений. Когда-то в семье была фотография. Все говорили, что вот мама моя очень на нее похожа, но фотография утрачена. Ни у одного из взрослых не нашли мы ее. Помнишь, что вот она голубоглазая и похожа на мою маму? Мама сказала, иди мне бабушку, а как я найду фамилию, неизвестно. Вот записи венчания как раз нам подсказывают фамилию. И тут я углубляюсь в этот род родинских. Вы знаете, в соцсетях слава. Я нахожу родственников в Романове. А, это, кстати, дети Ивана Михайловича, которые тоже родились в Романове и Сокрепске. И крестились в этой же крестобогородской церкви, где речами родителей было. То есть, вот такие связи. Так вот, через соцсети я нахожу пятиюродную сестру свою. Ну, пятиюродную. И такое далекое родство, да? Оказывается, она художник, она вообще живет в Санкт-Петербурге. Мама у нее в Цутаеве. Но она тоже занималась родословной. И мы с ней соединяем наши усилия. И вот выстраивается у нас такое древо. Вот это Юлия, наша прабабушка, вот это наша линия. А вот это Мария моя пятиюродная. То есть, были три брата. Вот как раз мы потомки этих братьев. Мы с ней переписывались. И она сказала, что дома вот вроде были. И есть книга, я ее еще пока не добыла. Дома города Тутаева, когда так называется. Вот. Хотела посмотреть, говорят, там несколько домов родинских указов. Мы поехали искать эти дома. Потому что в переписи мы нашли адреса этих домов. Мы поехали искать. Все дома утрачены. Наш стоит. Стоит на Лужской набережной, на левом берегу Тутаева, недалеко как раз от Крестово-Звиженского собора. Такой, знаете, чуть-чуть покосивший сыновой Кремль еще старичок. Шесть окон на Волгу. На правый берег Тутаева. Красота необыкновенная. Вот. Отщитнула кусочек, значит, древесины. Маме привезла вот тебе от бабушки привет. Вот. Вот такая вот история. И приятности постоянно сопровождают в этом поиске нас. Ну, а мы двигаемся дальше. Долго они жили до 915 года. То есть они, вся семья вот Стрижниковых, да, моего прадеда с детьми, дедушка мой, они жили в этом доме с родителями вот этой бабушки Юлии Родинской, вот в этом таком доме. А в 915 году переезжали в Ярославль. Потому что мы знаем, уже по рассказам деда, что жили они в Сверицах. Потому что в конце жизни дедушки мы с них съехались и жили прямо над речным вокзалом. И он смотрел в окно и говорит, как хорошо, что я теперь здесь живу, ведь юность-то моя вроде прошла. Но дома там уже не было, он говорил. Но что место-то вот это. Так что вот с Тверицами тоже связаны наши Стрижниковы. Кстати, вот о Тверицах. Есть следующая перепись, как я говорила, в 1917-м была временным правительством сделана. Я стала, хотела посмотреть все-таки, может какие-то сведения будут. Стала искать. Все Тверицы пересмотрела. Все улочки, проволочки, даже какая-то там дорога, кладбище, не знаю, что за улицей такая. А там, знаете, сначала дом, карточка по дому. Потом по каждой квартире. В каждой квартире на каждого жильца. Я даже все листаю, листаю. Тут такие папки, папки, папки. Все пересмотрела. Последняя вот такая тоненькая папочка. Нахожу. Вот прямо счастье какое. Нахожу. Сквозной переулок. Он есть до сих пор. Вот он выходит на набережную. В этом месте стоял, видимо, дом. Ну, это не была, наверное, собственность. Снимали, скорее всего. Вот. Но самое-то открытие было из этой переписи, что, оказывается, ему был еще один брат. Не два брата и сестра, вот я показывала вам, а был еще один брат. На момент 1917 года ему два года. Никогда дедушка про него не говорил. Про брата, сестру говорил. Может, умер совсем в раннем возрасте детском. Пока ничего больше не знали. Ну, времена, да, 1915-й, недалек уже 1917-й, революция. Знаете, пока идет вот этот поиск, невольно погружаешься и читаешь, а что было в это время, чего в стране это было, чего в Ярославле было. Так здорово, что-то узнаешь. Историю не всегда, видимо, хорошо выучила в школе. Что-то вспоминается, а что-то узнаешь забыть. Значит, оказалось, что вмещание – это было сословие наиболее нейтрально относящиеся к революции. То есть им было, ну, как бы, да, неинтересно. Им не надо было бороться за землю, как крестьянам, и не надо было бороться за паблики-заводы, как рабочих. Они ведь были служащие, то есть торговцы, обслуга, да. А это всегда востребовано было в обществе. Они без работы не оставались, и государством не обижены в этом плане были. Вот. И в личных делах, вот я читаю, это сквозит, опять-таки, в отношении, политические какие-то взгляды. У Ивана Николаевича об одном из личных дел. Участие в революционной работе не принимал. Сочувствовал партии социал-инфункционеров. После революции он, кстати, работал в Яр, Гор, УЕС, СПРОДКОМИ. Не знаю, что за инстанция. Значит, в 1921 году он вступает в РППП и в профсоюз. Еще является членом правления профсоюза. Еще из личного дела. Драгоценностей не имею, оружия не имею. Состояние только домашняя обстановка. Общественная работа работал все субборники. Состою в кружке политграмоты. Ну вот, себя показывается в анкетных данных. В 1920-е годы, к сожалению, приносят семье несчастье. Потому что умирает Юлия Ивановна. И дедушка рассказывал, что она из этих двериц вымыла из бани да пошла пешком через Волгу. Сильно простудила, зима, круга и кругозное спаление легких. А Сонечке там 10 лет всего. И вот отец Иван Николаевич остается с двумя еще довольно юными сыновьями, не стоящими на своих ногах. И вот этой девочкой Соней. Ивану Николаевичу уже за 50. И они переезжают из Свериц и переезжают в дом, я переизвестно делаю Срубное, дом 38. Оказывается, это дом Кивласевская аптека. То есть вот она Кивласевская и Кудинова. А это улица Срубная и есть. И только они жили в крыле по Срубной улице. Вот. Так вот, Иван Николаевич свои 50 лет, я считаю, такой семейный подвиг совершает. Он идет учиться. И заканчивает он юридические курсы. И выдерживает экзамены. Там несколько, наверное, экзаменов. И становится народным судьей седьмого района Малукского уезда. Ну, к сожалению, карьера его закончилась буквально двух лет. Он не проработал довольно быстро. По его же оплошности, по его же, наверное, вине. Такой кран карьеры. В общем, короче, был замечен распитие спиртных напитков в своем уровне. Вот. При исполнении обязанностей. Вместе со своим секретарем суда и еще одним высоким государственным лицом. Они выехали куда-то разбирать дело и там вот. Ну, объяснительные есть. Кстати, меня вот спрашивали. А вот как ты вот найдешь какую-нибудь нелицеприятную сторону? Да нормально. Это жизнь. Это жизнь. И нисколько не умаляет уважения к Ивану Михайловичу. Он вот пишет объяснение. У него нарыл был на щеке. И он не мог работать. И он самогонки принял. Ну, а вот кто-то настучал, что называется. Ну, вот. Вот такая жизнь. Ну, к сожалению, да, должности он этой лишился. Вот. Ну, а вообще, жизнь его была довольно-таки, мне кажется, хорошей. Потому что, посмотрите, какая шикарная фотография. Это у нас в семье хранится. Все родственники Стрижниковой собраны. Вокруг вот деда Ивана Михайловича. Все тут вокруг. Единственное, что, к сожалению, мы не всех знаем. Вот мама моя себя ругает, что дедушка-то ведь знал всех, а мы не распросили и не записали. Но все-таки здесь дети, мы не знаем. Вот Сонечка сидит, девочка-подросток. Вот его сыновья, старшие с женами, уже с детьми. То есть кое-кого, конечно, мы знаем. Вообще, традиция семейных фотографий у нас до сих пор живала. Мы такие групповые фотографии стараемся делать. Вот. И все приятные. Может быть, еще потомки тоже стараются. Спасибо за такие фотографии. Дочь Софья, вот эта хорошенькая девочка. К сожалению, тоже ее судьба очень тратична. Она мне нравится 20 лет в родах вместе с ребенком. Ну, хранятся вот такие фотографии. Все говорили, что мама моя на нее очень похожа. Вот. А сам Иван Николаевич последние годы проводит в деревне Бериндеево Преславского района. Он женится. И удачно, видимо, тихую, спокойную, счастливую жизнь. Он провел на последок. Вот. И военные годы там провел. Работал фактически до последнего. И вот как раз хранится письмо моей двоих этой сестры. Письмо сыну, то есть ее деду. В котором как-то вот все. И боль, и голод вот этот послевоенный, и жизнь сквозят. Здравствуй, Кира. Поздравляем с Новым годом. Это он сын пишет. С 19 декабря 46 года моя должность сокращена. Теперь я не работаю. Живу на вольной квартире. Денег у меня ничего нет. Ожидаю расчета. Немного получу. А в дальнейшем ожидаю присыла денег от тебя. Прошу выслать по возможности скорее. А то и на марку денег не имею. Правая нога у меня болит. Хожу с костылем. А дом стал никакой. Пенсию займать получу. Картофеля. Хлебную карточку имею иждивенческую на 250 грамм. И более ничего. Пиши мне почаще, как у тебя идут дела. Остаюсь приветом. Иван Стрежников. 7 января 1947 года. Весной его не сдала. То есть вот так закончилась жизнь нашего прадедушки. Ну и его последователи. Я сейчас быстренько так уже, чтобы уж вас сильно не утомлять. Как выше наши Стрежниковы нынче. Значит вот два сына. Кирилл и Николай Иванович Стрежниковы. Кирилл Иванович старший брат. 901 года рождения. В юности он работал трамвайщиком. Это по воспоминанию моей двойной сестры. Затем у него военная карьера. Он прошел войну. Среди боевых наград орден Отечественной войны первой степени и орден Красной Звезды. У него трое детей. Потомки живут и в Ярославле и в Москве. Вот есть такая семейная фотография. Они сами называют это клан Стрежниковых. В основном московские жители. Ну а из ярославских его потомков. Довольно известный ярославный человек Наталья Кирилловна Стрежникова Свиблова. Учитель французского языка. Всю жизнь работал в шестой школе. Вот Михаил Санычков с ней работал когда-то. Вот. Ее дочь и внучка возле дружные. Очень поддерживает отношения. И в этой веточке вот от Кирилла Ивановича Стрежникова есть носитель фамилии. В Москве живет некий Олег Стрежников. Молодой представитель нашего рода. Ныне он аспирант Всероссийского научно-исследовательского института гидротехники и миниорации. Вот. Так что продолжение рода следует я надеюсь в дальнейшем. А мы говорим о нашем дедушке. О Николае Ивановиче теперь. С юности военная карьера. Ну какая карьера. Еще не было 17 лет. Он идет служить в Красной Армии. Гражданская война. Кстати дед об этом вспоминал. Как он сторожил какие-то вагоны. В мороз на ногах были лапти. Обморозил там пальцы. Как он ел куриный корм. Потому что нечего было есть. Рассыпали вот. И вот мы говорит подбирали. Потому что настолько сводило уже желудок. Что вот. Вот. Женился он на 17 летней девушке в 24 году. То есть ему было 18. Ой да. 26 год. 21 год. Ему было 21. А ей 17. Вот Любовь Ивановна Заякина. Род Заякиных я тоже покопала. И родственников тут даже нашла. Вот. Но об этом уж не будем. Живут они сначала со своим отцом Иваном Николаевичем на улице Суропной. То есть в Властевской аптеке. Причем там и семья Кирилла Ивановича. Вот они там все вообще жили. С женами. И даже там родился старший сын Николая Ивановича. Вот. Потом они переезжают в дом на Республиканской. Она Духовская тогда была. Республиканская 43. Дома конечно не сохраняется. То есть здесь они прожили 40 лет почти. И это место вот нашей семье всем известно до сих пор. Сейчас вот представьте вот здесь Бутузовский сквер заканчивается. Да? Республиканская и сверху было ее. И вот во дворе этого дома вот тут стоял этот деревянный дом в котором они жили. И сейчас кстати там живет правнук Николая Ивановича в новом доме. Вот так сложилась судьба, что видите в этом месте все-таки живут Срижниковы. Срижниковы. Квартира там у них была две комнаты по 30 метров. И после войны в одной комнате жила семья одного брата Николая Ивановича, другой Кирилла Ивановича. То есть в принципе там тесновато жили. У всех по трое детей. Окна этого деревянного дома выходили на кинотеатр Арс, на камерный театр, да? И во двор, и вот у бабушки во дворе, значит там там разошелый поддор в палисаднике, был там сарай, она там кор разводила. В общем вот такое хозяйство было. Вот. Ну вот трое детей, семья Срижниковых. Во время Великой Отечественной войны дед служил в центральной военной базе восемьдесят один от Кало. К концу войны майор инвентантской службы. Среди наград урден красной святы и медаль за другие заслуги. Все его награды хранятся у моего двоюродного брата. А если говорить вообще о семье, о семейных ценностях, то не могу не сказать о гостеприимстве. То есть у нас до сих пор эта традиция жива, вот всю родню собирать за большим столом. И мы как-то любим, когда большой стол, что много еды. И вот мы все сидим и обязательно фотографируемся. В семье у нас хранятся какие-то вещи, которые вот для нас очень дорогие. И какая-то перекличка с прошлым идет. Вот здесь вы видите вот этот стол. Видите, такая деревянная избавка. Вот он у нас на даче стоит. Такой крепкий еще, наверное, лет двести простоит. Вот. Ну и какие-то чашки. Вот чашечка подарена еще на революции крестной. И вот она у меня в доме живет. Ну, Николай Иванович и Любовь Ивановна. Вот это их золотая свадьба. Видите, здесь все дети трое, все шесть внуков и еще родственники. То есть вот дети, внуки на золотой свадьбе. Последние семь лет жизни, как я сказала, мы съехали с дедом и жили на Саможской набережной. И я с дедушкой хорошо общалась. Вообще он был очень такой добрый, спокойный. Никогда я не слышал, что он повысил голос или какую-то такую эмоцию негативную высказал. Очень был сдержанный человек. Но при этом еще был большой шутник. Уж сколько у него было всяких прибауточек, стишков. Мы с Андреем сейчас с братом употребляем автоматически все эти прибаутки, потому что вот они как-то питаны в нас. Дедушка дожил до моей свадьбы. Слава Богу, но не дожил до моего сына до рождения. К сожалению. Прожил такую достойную жизнь. Хочу сказать еще не о своей веточке, а о старшем сыне Владимира Николаевича. Потому что, к сожалению, никто не пришел. Они все в Ярославле живут и не смогли сегодня. Дело в том, что у нас там есть носитель фамилии. Самый младший наш наследник. Это Николай тоже. Николай Стрижников. Вот такой родитель у нас трехлетний растет. Это вот линия моего дядя родного. Вот. Ну и, конечно, наша веточка. Это Алина Николаевна Стрижникова Синихко. Моя мама. Благодаря которой появилась эта книжка. Потому что я, прежде всего, старалась для нее. Тоже довольно известный человек Ярославля. Заслужен учитель Российской Федерации. Научила сотни детей английскому языку всю жизнь проработав в четвертой школе. Вот. Она представитель учительских династий. И вообще все там внуки, дети, все с четвертой школой мы связаны. Вот. Ну, в книгах моей, конечно, древо вот все подробно расписано. Вы понимаете, что его на одном листе не уместить. Но мне кажется, что я довольно удобную структуру придумала. Потому что от каждого листа у меня пронумерован вот в лист такой-то, если хочешь смотреть, кто предки или, наоборот, кто потомки. То есть около 150 персоналей у меня сейчас выкуривают в книге. Вот. Ну вот на этом я, наверное, и закончу. Вот. Всем, кто ищет, желаю успехов. Вот. Еще раз благодарю вас за внимание. Если есть вопросы, готовы ответить. АПЛОДИСМЕНТЫ А вот такой вопрос. Как вот в самом начале удалось найти церковь, в приход, в котором были старшие? Ну, вот смотрите. Первые такие данные были в делах архивных. Что там справки приложены, выписка из метрической книги такой-то церкви. То есть либо я вот по этим данным установила, где они все-таки жили. Либо наоборот было. Что я знала, где жили. Вот какой-то. Не знали прихода и как его нашли. В делах по наследству есть справки. Да. Справки. Там уже указано в какой церкви, да. Понятно. А если известно место жительства, то есть я говорю, что в ту и другую сторону это случалось. Не известно, не место жительства. Если мне, если ничего не известно, а хотя бы город известен? Ну, город я обслуживаю. Листайте. Я листала. Вообще все росла в лицах. Вот я начал листать. Половину про листал. И сломался. Знаете, как листал? Помогут по слову часть фамилии взять до закончания и завести в поисковик. И все дела… В наших метриках разведала… На сайте Кузархива. И все, что нашли… Вам все выйдет. Это понятно. Все, что нашли, все начались. Я думаю, что мы самовыдное количество дел и фамилий из своих родственников нашли. Но не умеетли. Не всегда все персоналии не знают. Где жили, точно это очень сложно. Хладить им мамуле. Конечно. а дела и начинаешь уже как за ниточку это все правильно тягается одно за другое причем знаете тут конечно видимо мое математическое образование сказалось потому что важно чего-то не забыть и систематизировать то есть я уже завела себе файл что я просмотрела что нет я надо проверить метрические книги я себе сразу пишу перспективы потом я найду уже то есть вот как-то это все системе конечно вот сегодня был разговор между делом это невозможно делать если много работы если семья отрывает то это тоже забываешь сразу все вот эти связи это только погружение так сложилось жизни что я могла погрузиться каждый день ты как на работу в архив ходишь вот зато все как-то держишь голове понимаешь как двигаться дальше спасибо большое что пришли очень приятно я хочу поблагодарить германа подарок нашей библиотеке книга будет фонде отдела краеведения но у нас первый прецедент ольга германова передала электронную версию этой книги и книга будет доступна читателям через электронный каталог то есть удаленную спасибо бы мне только ссылочку мне дайте что я тоже так ладно пришлите пожалуйста то есть вот обязательно вы пришли спасибо большое спасибо да спасибо